Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про РСП, про оленей, про психологию отношений, про всё про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни. Психологии отношений», чтобы посмотреть предыдущее видео. Пишите свои истории, пишите темы для рубрики «Психологии отношений» в комментариях, либо в разделе о канале, есть ссылка на мою соцсеть. Также можете писать мне на Бусти, подписывайтесь на Бусти канал, где будем проводить прямые эфиры и стримы, общаться на самые разные темы, знакомиться между собой. Ссылка на Бусти, как обычно, будет под этим видео в описании и в закреплённом комментарии. У нас сейчас, собственно, история на такую рубрику про РСП и олени. Мужчина пишет о себе, и да, он сам себя называет оленем. Представьте. Значит, говорит, встретились мы, встречались мы два года. Всё дело шло к свадьбе. Отношения были как у нормальной пары. Праздники, дни рождения, подарки взаимные и так далее. Но потом она влюбилась в другого. Я оленил, уговаривал, истерил и прочее. Но в этом моменте надо было, конечно же, сразу расставаться. Что значит «она влюбилась в другого»? У вас отношения, которые длятся целых два года, вы встречаетесь, у вас всё хорошо, как он пишет. Нормальная пара, потом она влюбилась в другого. Как такое вообще возможно? Как возможно влюбиться в другого, когда у тебя хорошее отношение с твоим парнем и мужчиной, не знаю, и всё дело движется к свадьбе. Это, конечно, особая категория женщин, вот серьёзно. Так, короче, перед конкретным расставанием у нас был прощальный секас. И на следующий день она мне пишет, что всё, жизнь без него она не может. И выбирает его. Ну, представьте, вообще какая-то тоже, что это за женщина такая? Или девушка вообще, что это? Надо, без комментариев, что называется. Я, конечно, уже всё давно понимал и был готов к этому. Просто мы спали вместе, но по-другому, конечно, написано. Последние два месяца, но капля надежды, что мы всё-таки будем вместе, была со мной. И я убеждала себя, что она всё-таки спит со мной, значит, с другим у неё просто флирт. Какой же я был, типа, вот именно. Как вообще можно так? Я не понимаю, ещё какие-то чувства испытывать к подобным? Даже не знаю, как назвать это, женщина или там кто это, да? Как вообще себя не уважается совершенно? Нет, так нельзя, однозначно. Так, короче, значит, короче, мы расстались. Я весь на эмоциях. Любовь ведь уходит из зоны комфорта. И этот самый кекс вместе с ней уходит. И для меня это очень важно. Уносите себе другую. Ну, ё-моё, на самом-то деле, какие проблемы? Ну, бывает такое, что, знаете, вот и с мужчинами такое бывает, и с женщинами такое бывает, что, ну, завернулся на конкретном человеке. Вот как мне писали в комментариях, не буду называть имена, да? Вот она там, ну, про какую-то там историю. Она там с ним просто потому, что он ресурсный, потому что не было бы у него денег-то нет. Бывает такое. На самом деле и у женщин, и у мужчин такое бывает, что от конкретного человека сносит башню. Вот просто. Здесь не про деньги. Вообще ни разу не про деньги. Вообще ничто не имеет значения. Вот просто ты хочешь его конкретного. У тебя к нему такая страсть, такая любовь, такие чувства. Это, знаете, это зависимость какая-то. На каком-то, я не знаю, таком уровне. Ну, физическом, там, ещё каком-то психологическом, да? Ну, такое на самом деле есть. И у мужчин такое бывает, и у женщин такое бывает. И эти все истории, они не всегда про деньги. Вот правда. Такое может быть, типа, в 20 лет кто-то написал. Нет, и в 30 такое может быть, и в 40 такое может быть. Я даже верю, что и в 50, и в 60. Нет, ну, в 60, наверное, вряд ли. Хотя, ну, всякое может быть, да? То есть, когда дело касается страсти, вот этой вот любви, если вообще вы человек такой энергичный, если у вас много энергии, то вы можете испытывать подобные чувства и ощущения. Ну, вот правда, можете. Естественно, не в возрасте. Всякое бывает в жизни. Так, значит, короче, расстались. Мужская зависимость от доступного кекса. Значит, мат, перемат, звонки и угрозы около недели. И я оставила их в покое. Опять же, зачем вы мотали нервы себе, да, и вот этой вот вашей женщине? Ну, зачем? Звонки, угрозы, маты, перематы. Ну, вы же знали, что у них кто-то там есть. И, тем не менее, вы продолжали с ней иметь какие-то отношения. Как бы, ну, видите, какие люди разные бывают. Ну, извините, но вы себя совершенно не уважаете. Ну, вот правда. Проходит Новый год, и в середине февраля приходит сообщение от неё, типа, прости. И так три дня подряд. На третий день она убрала общее фото с ним, с тем другим, в WhatsApp. И на третий день пишет, что сделает аборт. Да пусть делает, что хочет. От кого аборт? От него? От другого? От пятого? От десятого? Бежать надо от таких. Бежать и не общаться, ничего. Это вот, знаете, вот это из той же серии про оленя, когда у меня вот эта история. Ну, кстати, он написал в связи с этой историей, что у неё похожее было. Встретились мы в кафе, поговорили. Она цвела от счастья, что я привёл её в кафе, потому что он тот другой не водил её в кафе ни разу. Но если девушка, женщина, цвёт от счастья, что её привели в кафе, то тоже о многом говорит. Да, действительно, какая-то меркантильная. И радуется даже таким мелочам. Она что, голодная? Она что, сама в кафе не может сходить, если ей так это важно? Тоже непонятно, конечно. Так, значит, привёл. Так, короче, мы начали снова иногда видеться. Кто бы сомневался. В итоге я привёл её в дом, объяснил всё своей маме, убедил её не делать аборт. Если мой ребёнок, то, возможно, и сойдёмся. Забирал её к себе, покупал витамины, еду возил по больнице, музей и всё такое прочее. Но беременность у женщины бывает разная, да. И, конечно, в такой период ей нужна какая-то поддержка. И, знаете, есть такие женщины, как в той предыдущей истории про оленя и РСП, что, мне кажется, им вообще всё равно, кто будет возить там по больницам, по УЗИ, за руку держать, когда она там на УЗИ идёт, или ещё что-то. Для неё такой период тяжёлый. Ей надо просто, чтобы кто-то был рядом. Так. Присутствовал на родах и первым увидел ребёнка. О, как. Помог с родами, купил всё, что надо, поддержал. Хотел сделать ДНК. Через пару недель после рождения ребёнка приходит мне на WhatsApp 60 сообщений неизвестного мне парня. А там прям какая-то Санта-Барбара. Их совместные фото, их переписка, где она признаётся ему в любви, будучи беременной. То есть, когда уже была вот с этим вот героем истории, понимаете? Героем, да. И на фото она беременна, и он её обнимает, целует, говорит, я был просто в шоке. А я в шоке от вас. Вот серьёзно. Не от неё, не от чего. Я от вас просто в шоке. Домой он к ней ходил и успел понянчить ребёнка. То есть, они не жили вместе вот с этим вот героем истории, да? Он просто вот вместе был, они встречались, там помогал, всё, но они вместе не жили. Она, как всегда, на два фронта работает, а может даже и три. И заметьте, беременность здесь совершенно ей не помеха. Прикольная тётенька, конечно. Так. Я ей набираю, ругаю, ору в бешенстве. Она даже не пытается оправдаться. Этот парень прислал мне скрины их переписки, где она жалуется на меня, что вынуждена быть со мной, потому что я серьёзный человек, хороший, работаю, нежадный, помогаю ей. Но быть со мной она не хочет, но вынуждена. Вам не противно вот это вот всё? Но это было очевидно ещё сразу, как только вы два года встречались, собирались пожениться, у него там появился какой-то другой, и вы типа закрывали на это глаза. Вообще никогда не надо закрывать ни на что глаза. То есть, если какие-то там звоночки, какие-то тревожные там мелочи, типа это не мелочи, никогда не закрывайте ни на что глаза, ни мужчины, ни женщины в отношениях. Всегда будьте, ну, как бы, не в розовых очках. Для собственной же безопасности, что ли. Так, так, и что будет делать? Так, значит, жалуется на меня, ха, так, ей со мной, и что будет делать ДНК скоро? Я ей сообщу, что общается она с неадекватом. Адекватный парень не стал бы знакомиться с беременной, делать фото и ходить к девке. Это что, третий был? Ну, видимо, да. Где вчера родился ребёнок. Короче, ходил я. Тот мужик, которому ушла в декабре, и этот. О, это тут, тут, это третий. Я даже не сразу поняла. Кошмар какой-то. Это какая-то маргиналка вообще. Написала мне, что ДНК делать не будет. Любит того второго. Этот просто друг. Я в шоке от таких людей и от неё, от таких парней. Пусть я олень, но я не разваливал, не научкивал против, а наоборот, помог с родами. Непонятно, чьего ребёнка. А зачем вам это надо было? Вот серьёзно. Не понимаю. А все эти знали и лезли, ну, и назвать нехорошими словами, этих парней. Ну, они видят, какая-то доступная бабенция, ну, и лезут к ней, хотя беременные, это сразу после родов. Слушайте, ну, вот некоторые... Вот есть такие вот люди определённого уровня. Это, мне кажется, вообще какие-то вот сборища каких-то маргиналов. То, что сейчас описывается. Нормальные люди так себя не ведут. Ни мужчина, ни женщина. Ну, вот правда. Это уровень определённый, согласитесь. Так, и оказывается, она с вероятным отцом не просто поддерживала связь всё это время, а планировали свадьбу. Это на тот случай, если ребёнок его. Короче, устроила она такую кашу, что можно просто обалдеть. И скоро с предполагаемым отцом ребёнку у них свадьба. Она бегала ко мне, встречалась беременна с другим, и свадьба с этим. Пожалел, принял, помог. Будущего с ней не планировал. Я понимал уже, кто она. Было жаль дитя. Она жаловалась, что тот жадно не покупает лекарства и продукты, пришла ко мне, потому что я добрая, адекватная и помогу. Ну, извините меня, вы не добрые, вы просто глупые. Давайте так. И вот ваша мама, вы писали, что к маме, там привели что-то, ей рассказали. А ваша мама вам маски на место не ставила? Нет, ну, есть такие мамы, наверное, тоже язык в одно место. Да, надо было прервать общение ещё в то время, когда и начались подозрения в измене. Но я не смог. Ну, извините, вы недостойны уважения. Ну, работайте над собой. Работайте над собой. Уважайте себя. И тогда вас будут уважать другие. Тогда, в принципе, у вас такого в жизни не будет. Но не так просто сразу отказаться от человека, которого ты стал считать родным, который смог им стать за два года действиями и поступками. Пусть всё было фальшиво, но я так не считал. Любой из вас, каким и суровым альфачом не был, может оказаться в подобной ситуации. Мужчины, которые смотрят эти вот это видео у меня на канале, напишите, вы бы, вот лично вы, могли бы оказаться в такой ситуации? Или всё-таки нет? Если принял человека в семью, считал, пусть ошибочно, родным. Ну, что значит родным? Родной это, ну, что значит родной человек? Ну, как может вот это быть родным? Вы так любого с улицы выцепите, проведите с ним какой-то там год вместе, там, спите вместе, там, идите вместе, что он будет для вас родным, перестаньте. Ну, это просто смешно. И сразу эту нить порвать сложно. Она мне снилась долго. И я-то не виноват в этом. Ошибка в том, что нельзя привязываться. Ну, как говорится, ну, все люди разные, у всех разные там психотипы, там, кто-то привязывается, кто-то не привязывается, но надо уважать себя всегда. Понимаете? Я ещё раз говорю, вы себя нашли не на помойке. Как можно вообще было допустить такое в своей жизни? Ну, вот как? А потом вы испачкались по самые помидоры, да? И потом вы будете делать перенос на всех других нормальных женщин. В принципе, не построите ни с кем отношения. Ну, вот серьёзно. Ну, как можно допустить такое в своей жизни? Я не знаю. У меня нет нормальных слов и нормальных советов. Кроме того, что себя надо уважать и не допускать этот бред в своей жизни. Как по мне, это какие-то, ну, бомжи-маргиналы. Вот серьёзно. Нормальные люди так себя не ведут. Особенно вот эта вот женщина. Она там с одним спит, с другим дружится, со третьего замуж собирается. Кто отец этого ребёнка? То ли первый, то ли второй, то ли третий, то ли вообще двадцать пятый. Ну, непонятно, да? Это, наверное, такая вот честная довалка. Этому дала, этому дала. А потом, ой, бэбик, от кого? Не знаю от кого, да? Ну, фу, грязь какая-то, понимаете? И каждый же вот из этих вот мужчин наверняка думал, она меня любит там, да? В общем, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Пишите свои истории, своё мнение. И подписывайтесь на канал. Будем общаться. Всем огромное спасибо за просмотр этой невероятной истории, потому что нормальных слов у меня нет, они у меня закончились. Всё, всем спасибо, пишите комментарии. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok